Это владелица и организатор свадебной студии сказала «да» Жанна Шарапова. Все импульс и какие-то, я не знаю, может быть, какие-то вселенские посылы. Не она сказала «да», а он сказал. Я сделала предложение своему мужу. Теперь мы знаем, что точно делать не надо, если вы хотите оригинальную свадьбу. Это действительно небо и земля. Это какая-то легендарная свадьба. Молодожены сиганули потом в бассейн. Кажется, я знаю одного человека, который может с этим помочь. У меня аж прям вот здесь вот так. Блин, как это круто. Зрители, вы понимаете, что вообще происходит? Возле Дюка собираются рыжие города. Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать на канал Event Life. Наш канал раскрывает все секреты ивент-бизнеса и рассказывает обо всех нюансах, которые могут произойти у вас в процессе организации любого мероприятия. Будет свадьба, день рождения, корпоратив, презентация, либо большая конференция на 5, а то и 10 тысяч человек. И в рамках нашей передачи мы встречаемся с интересными людьми, которые могут с вами поделиться своим опытом. А если вы находитесь в поиске свадебного организатора, либо организатора вашего мероприятия, то встреча с этим человеком поможет вам определиться и выбрать именно его, потому что он знает, что нужно делать, как надо делать, и несет полную ответственность за ваше мероприятие. И сегодняшний наш гость именно таким человеком является. Помимо этого, у нее еще прекрасные вокальные данные. Она знает, как правильно относиться к вашему мероприятию, чтобы оно прошло на 100%. Человек, который посвятил свадебной индустрию уже долгое количество времени и работал ведущим, и вокалистом, и певцом, и самое главное организатором, это владелица и организатор свадебной студии, сказала «Да» Жанна Шарапова. Жанна, привет! Привет! Благодарю, я вам тоже поаплодирую. Добро пожаловать в студию, очень рады видеть. Мы уже не будем скрывать от наших зрителей, у нас произошла интересная беседа до старта. И ты нас расположила как человек очень открытый и очень с большим багажом знаний и опыта. Но вопрос, в первую очередь, самый ключевой. В последнее время у нас было несколько владельцев агентств с очень интересными названиями. Почему сказала «Да»? Все импульсивно. Вот в моей жизни, в том, что происходит со мной, все импульс. И какие-то, я не знаю, может быть, какие-то вселенские посылы. Ну, а как еще можно было назвать агентство, если я, проводя выездные церемонии, столько раз говорила, она сказала «Да», когда подводился момент после «Лавстори», когда я рассказывала о том, как было сделано предложение, как прошла помолвка. И я всегда спрашивала у невесты, ну, например, если это на берегу моря, я могла спросить, «Тогда твой ответ слышали только звезды и волна, набегающая на песок». Ну, как-то так. Мы все хотим услышать, что ты ответила тогда. А вопрос такой, бывает ли такое в твоем случае, в твоей практике, что не она сказала «Да», а он сказал «Да», что невеста или девушка делала предложение своему парню? Конечно. Это было 8 марта, я сделала предложение своему мужу. Даже так? Ну, мы не расписаны до сих пор, мы 19 лет уже вместе, и я сделала ему предложение. И что он ответил? Он сказал «Да». Здорово. Ну, следующий шаг – организация свадьбы. Кажется, я знаю одного человека, который может с этим помочь. Я думаю, что я все-таки ликвидирую свой мозг на это время, и я поручу это кому-нибудь другому. Ну, хочется тоже почувствовать все те эмоции, которые мы дарим другим, потому что, ну, судя по тем словам, которые мы получаем, тем отзывам, телефонным звонкам, записочкам в мессенджерах, которые мы получаем потом, вот, в основном от невест, конечно, они более эмоциональны, но с ними как-то теснее связь, да, им нравится, они кайфуют, и поэтому я тоже хочу получить вот свою долю кайфа такого. Ну, ты как невеста, да, какие ты хочешь, или что ты ждешь от организатора, что он сделает за тебя? Что он сделает за тебя? Вот это такой сложный вопрос, потому что я как… Я боюсь, что я буду абсолютно во все включаться. Ну, я, наверное, подберу музыку, я попрошу организатора найти место, ну, которое меня бы устроило, и следить за, скажем, ну, за тем, чтобы моим гостям было удобно, все. Ну, в остальном это все равно будет происходить, ну, так, как я хочу, это будет происходить очень свободно, без, ну, абсолютно не в том тайминге свадебном, к которому мы привыкли, ну, традиционном, скажем. То есть это будет просто хорошая практика. Если можно, расскажи, пожалуйста, то есть вот свое видение, ну, может быть, не то, что произойдет у тебя на свадьбе, а то, что, ну, ты хотела бы новое внести в свадебную индустрию, что вот можно свадьбу провести вот именно ты, вот и таким образом. Ну, как проходит обычно свадьба, да? Обычно она начинается с утра невесты, которая… Ну, свадебный день, да, утро невесты, если хорошо, если невеста просыпается в восемь, а бывает и в пять, да, это снимается, это создается образ, невеста хочет спать, но тем не менее ей уже хорошо и все-все веселее, жених где-то в другом месте, потом жених приезжает к невесте, у них происходит, слава богу, теперь уже не так часто какой-то выкуп-закуп, когда шарики по парадной, да, и подпрыгни на ступеньках и скажи там сто раз синонимы и так далее. Эпитет от синонимы для невесты. То есть немножко это проходит, но тем не менее все равно традиция остается, он приходит, он входит в дом, он с букетом, он дарит букет, красивые там пару снимков с родителями, все, уехали, да, уехали, покрутились по городу, за городом, то есть на каких-то локациях происходит фотосессия. Затем они приезжают на выездную церемонию, там проводится выездная церемония, где уже гости подождали, там полчаса, час фуршета, где, ну, Андрей Евстратив прекрасно работает на скрипке, там мимы, ангелы и так далее. То есть что-то происходит, либо ничего не происходит, все зависит от бюджета, да, который закладывается. И после этого, собственно, парад гостей, сбор подарков, банкет, торт, подвязка, букет, салют по домам. Спасибо, что, отвечая на вопрос, что бы ты хотела внести, ты назвала четкий тайминг. Да. Теперь мы знаем, что точно делать не надо, если вы хотите оригинальную свадьбу. Нет, так вопрос не стоит. Если это удобно, ведь это тоже может быть для кого-то оригинально, может быть для людей, которые, например, у нас была свадьба, где половина была из Голландии, потому что муж, жених был из Голландии, родители потрясающие просто байкеры. Я когда увидела маму с папой, я прозрела просто. Ну, это были потрясающие такие люди. Для них наши традиции, вот, и наша традиционная свадьба, она была не такой, вот, то есть, все по запросу. Но они были в восторге от перекатывания яйца. Они были в восторге, да, они были в восторге, да. Им все очень понравилось, и встреча традиционная, а мы специально хотели сделать вот именно вот эту канву, да, нашу традиционную украинскую показать им, потому что это было кайфово для них, это было очень, ну, знаково, они с удовольствием, там, каравай, они так это, ну, вот, вот, ну, хорошие гости были. Вот я возвращаюсь к тому, что не потому, что это вы не нужно делать, если вы хотите оригинальную свадьбу, и эта свадьба с традиционным таймингом тоже всегда оригинальна. Она для двоих. Она только на них заточена. Это их история любви, это их семья, это их жизнь, это только их праздник. Даже имея традиционный тайминг, все равно все происходит по-разному. Но вот, например, у нас вот уже, вот это будет третий год, когда мы настаиваем на том, чтобы ломать хотя бы немножко вот этот тайминг перед свадьбой. То есть мы не, мы предлагаем молодоженам не видеться до выездной церемонии. И это очень кайфово. То, что испытывают наши молодожены на выездной церемонии, вот это момент первой встречи. Вообще, вот в Европе, например, первая встреча, это целый, ну, такой настоящий акт. Они к этому подходят очень ответственно, очень продуманно. И вот та история любви, которая обязательно узнаётся, прочитывается, погружается в неё организатор, она потом может даже каким-то образом воссоздаться. То есть это может произойти в определённом месте. Это неожиданно. Ну, это не может быть неожиданно в день свадьбы, но во всяком случае. То есть вы видели, да, эти кадры, когда жених стоит, подходит невеста, она его разворачивает. И что творится с этими мужчинами, которые падают? Они кричат, они плачут, они смотрят на неё абсолютно другими глазами. То же самое происходит на выездной церемонии. Вы себе не представляете. Я стою рядом с женихом, ну, у меня стол для росписи, да, потому что я же ещё и церемонимейстер неплохой. Мы сейчас к этому придём. Я стою на выездной церемонии, я не вижу невесту. Ну, вернее, я вижу её, она может быть под вуалью, под фатой, либо она далеко ещё, но я вижу, что творится с женихом. Значит, вот он начинает дышать, мужчина, он не должен, казалось бы, они себя сдерживают, он начинает дышать, дрожит подбородок, и я серьёзно говорю, катятся слёзы. Они не катятся, они вот так падают, знаете, горошинами вот такими. Это просто уникальные моменты. И я считаю, что от этого отказываться нельзя, не нужно. Это не пережить потом, это не переиграть. Речь мою никогда не знают молодожёны. Вот, кстати, насчёт этого. Многие невесты очень преображаются. Вот относительно их обычной жизни и то, как они выглядят на свадьбе, для мужчин это тоже большой сюрприз. Совершенно верно. Я бегу в машину, например, если мы встречаем, и невеста приезжает, она же приезжает заранее, до того, как. Я обязательно должна зайти в машину или в номер в апартаменты, где невеста, и посмотреть на неё, потому что я сама должна быть готова к тому образу. То есть я должна же спокойно её воспринимать, правда, я не могу. Поэтому я обязательно посмотрю на то, какая она. И это действительно небо и земля. И когда мы примеряем, например, какую-то локацию, там арку, там стоят молодожёны. Потом, когда ты видишь их на… Можно картинки просто сопоставлять. Когда ты видишь их потом на свадьбе, это абсолютно другие люди, совершенно другие. Поэтому мы предлагаем молодожёным не встречаться. Здесь масса плюсов, потому что невеста выспится. Это красотища. Она встанет в 9-10, это отличный момент. Она не спеша, к ней приедут подружки. А это пеньюарчики, халатики, голову в полотенечко, шампанское, клубничка. Ну, то есть все дела, да, им хорошо, они там потусят на этой кровати, подушками покидаются. То есть у них своя тусовка. Парень в это время где-то с друзьями, там, в барбершопе, у себя дома, где-то, где угодно. То есть в каком-то месте, да, там и символические виски, либо там часы надевая, там, височки. То есть это мужская тема. Это очень здорово для видеооператоров, которые работают. И потом создаётся вот хороший фильм, да, хорошая картинка. Потом они встречаются, жених, как правило, уже может быть на фуршете, он гуляет среди гостей, нет только невесты. И когда она появляется, это, конечно, это кульминация. Её отец выводит, да, обычно? По желанию, есть разные ситуации в семьях. И бывает такое, что два папы, например, один, который дал жизнь, другой, который воспитывал, по-разному бывает. У нас было такое, что невеста отноцевала танец с двумя папами, с одним, потом приглашала другого. В зависимости от их отношения, от того, что чувствует, обязательно спрашиваем у девочки, как она хочет. Это может быть брат, или она идёт одна. То есть по-разному. Нет никаких вообще догм, нельзя сказать, что это должно быть так, или это должно быть так. Они должны это почувствовать. Поэтому, когда мы разговариваем, прежде всего мне нужно узнать пару, мне нужно узнать их историю. И я эмоциональный человек, я порой иногда читаю их ответы на вопросы, и у меня аж прям вот здесь вот так. Блин, как это круто! Вот есть же, вот оно же, вот люди живут, и им даны такие чувства, такие эмоции, и они вот так много друг друга значат. Вот это важно. Ну, то есть ты читаю, проживаешь, а есть ли у тебя творческая жилка, мы знаем, что ты поёшь, но которая выражается в поэзии, ну или в твоей деятельности церемонии мейстера? Ну, она всегда выражается, потому что, вот сегодня, например, я выставила пост в Инстаграм, где два года назад была фотография, это сделано, селфи с четырьмя парами, четыре пары друзей, то есть понимаете, да? У них у каждого, у каждой пары была вызнанная церемония. Я не могу позволить себе говорить одно и то же. Я бесконечно меняю текст. Ты имеешь в виду четыре одновременно или четыре друзей, то есть у одних отработало, а потом у вторых? Да, да, совершенно верно. Да, да. Ну, я поступаю так, мне не нравится договаривать одно и то же. Вот ты сейчас говоришь вот о таком формате, как жених и невеста встречаются на росписи. Да. Вопрос тогда, что происходит с фотосессией? Фотосессия переносится. На день раньше, на день позже? На день позже чаще, либо даже бывало такое, что одна пара месяца полтора, через месяца полтора где-то они отснялись. Они договариваются с фотографами, то есть просто у фотографов день делится тогда и у видеооператоров день делится. Финансовые вопросы тут какие могут быть? Плюс еще один макияж, ну, образ для невесты. И может быть какой-нибудь трансфер дополнительный для видео и фото, ну, как они посчитают нужным. Какие плюсы здесь еще в съемке? Это то, за что тоже фотографы и видеографы могут сказать спасибо. Потому что крайне мало у нас фото и видео на закате. У нас не найти этого просто, потому что у нас море и все, что происходит, а солнце уходит далеко туда. Все, вы не найдете. А тут у них есть возможность поехать и сделать закатные съемки. Или наоборот на рассвете. Или на рассвете, совершенно верно. Это мега. То есть надо использовать возможности нашего города, региона и нашей природы бесконечно красивой для того, чтобы не ограничиваться вот этим свадебным днем. Правда ведь? Ну, это мое мнение. Почему нет? Это останется и будет потом на всю жизнь. Ну, эти лучи солнца. Ведь фотографии по-другому, и любой видеооператор, фотограф знает, что окрашены абсолютно по-другому лица. Это абсолютно другое свечение, когда раннее солнце – это одно, уходящее солнце – это другое. Вот это очень круто. Еще какой плюс? Не жалко платье. То есть можно делать все, что угодно. Ведь невеста, которая ходит по разным местам во время фотосессии перед банкетом, перед свадебным танцем, когда, да, она всегда же, они приходят, когда, ой, у меня там платье запачкалось. Я говорю, все хорошо, я не верю невестам в чистом платье. Значит, ты нигде не была. Поэтому в любом случае можно делать все. Можно скакать на лошади, можно рассекать на катере, можно, ну, то есть вот прыгать в воду. У нас была свадьба, если знаете, да, в которой молодожены сиганули потом в бассейн. Во сколько времени? Это какая-то легендарная свадьба? Расскажи, пожалуйста, про нее. Да, она была в прошлом году, в июне, 15 июня. Максим Кириленко, фотограф, если знаете, он предложил эту идею молодоженам или мне. Я не помню, как это произошло, но, в общем, мы, да, он ее озвучил, и было бы неплохо. И мы решили, ну, раз на площадке есть бассейн, почему бы и нет. Об этом не знал вообще никто, кроме управляющего ресторана, потому что мы узнали, можно ли это сделать. Это было сделать можно. И молодожены в конце, вел, кстати, Абдал эту свадьбу, и молодожены в финале, после того, как торт... А мы перенесли, опять же, вот как мы ломаем тайминг, да, для того, чтобы все это произошло удобно и красиво. У нас стояла арка на площадке, и мы решили, что первый танец будет под звездным небом, мы подсветили красиво. Это же красивее, чем в зале, правда? Ну, это круто. Давай сделаем рекламу этому ресторану, интересно, я хочу картинку себе... Это Мористелла. Мористелла, ты хочешь картинку, да, представлять. Картинку у нас в Инстаграм, вы плохо подготовились, могли бы посмотреть. Мы вставим картинку в видео. Да, кстати. Мы же не только от себя говорим, мы сейчас и зрители смотрятся, они хотят... Да, это Мористелла. Да, это Мористелла уже, она Шарапова в Инстаграме, может увидеть картинку, посмотреть. Это очень дорогое удовольствие, но оно того стоит. После того, как... То есть, понимаете, что Абдалу пришлось каким-то образом... Убедить их. Менять свое свадебное проведение. То есть, начиналась танцевальная пауза не с первого танца молодоженов, как это обычно стандартно бывает, да, молодожены станцевали, потом у нас... То есть, надо было начинать, а ведь есть вопросы у гостей, а что, а первый танец как? То есть, нужно было ему тоже здесь поработать над тем, как это провести. Все получилось хорошо. И вот вся процессия свадебная выходит потом к бассейну, где уже подсвеченная арка, и там первый танец, это очень красиво, и там торт, выезжают туда же, и это очень красиво. И Леша придумал очень классный для них, ну, такой, скажем, пароль, да, то есть, он сказал, и с этого момента вы все будете делать вместе. И вот после слова «вместе» они брались за руки и бежали, и можете себе представить, платье, туфли, костюм у него песочного цвета, потрясающий костюм, вот, и они просто, и эти брызги, это мега круто, там такие метровые шары были большие в бассейне. Это произошло, это было вау, а потом случилось следующее вау, которое... Это был конец мероприятия? Это был финал, практически, мероприятия, но мы не ожидали момента единства гостей с ними. Они все попрыгали? Не все, но молодежь, да. То есть, там оказалось человек 12. В одежде? Ну, может быть, туфли сняли, и то не факт. Да. Так, и теперь мы все будем делать вместе, и 12 человек, ну, хорошие друзья, что я говорю. Это было очень круто, ну, было здорово, действительно было очень здорово. Что сказала управляющая Мариса Целлы? Вот интересно. Вот можно тогда... Нет, я благодарна очень, и я сразу скажу, что профессионалы делают все профессионально. И там уже включилась я как организатор, и мы решили все вопросы. И поверьте, что нет таких денег на свете, которые не решат. И репутация. Вот. Самое важное – это репутация. То есть, все исключительно хорошо. Все исключительно замечательно. То есть, иногда лучше решить вопрос на месте, чем потом столкнуться... Не лучше, а необходимо решать вопрос на месте. А другого выхода нет. Его нужно решать сразу же. Иначе для чего тогда организатор? Организатор не подбирает, ну, скажем так, подрядчиков, специалистов. Это не то. У нас на сегодня есть какой-то сайт, микрофон, который работал когда-то, не знаю, работает ли он сейчас, где все в свободном доступе, прозрачные цены. И человек позвонил, узнал и пригласил, да. Организатор решает вопрос на будущее, если что-то пойдет не так, если вдруг. То есть, это гарантия. Гарантия того, что даже после мероприятия, даже чаще всего после мероприятия, все будет отлично. Не только на самом мероприятии, а после. Что вовремя будут отданы фотографии, что будет фильм в таком формате, в таком количестве, ну, который заказывали, да, что... Ну, то есть, всякие бывают нюансы, но организатор за это несет ответственность. Потом... Организатор, свадебный распорядитель или свадебный координатор, это мы считаем одним человеком? Нет. Или это разные люди? Это разные люди, конечно. Все три? Вообще все три. Ну, как правило, бывает такое, что организатор и свадебный распорядитель – это одно и то же лицо. То есть, человек, который организовывал, он потом является еще распорядителем на этой свадьбе, от начала и до конца он там находится. А уже под его началом есть координаторы, это его руки, глаза, ноги, это те люди, которые, там, ну, помощники. То есть, вот говоря так, создается впечатление, что ты, вот как учредитель этой компании, выступаешь еще и в роли организатора и распорядителя, лично. И несколько раз было такое, когда меня просили быть распорядителем на свадьбе. В этом случае я занималась свадьбой, я могла провести выездную церемонию, предположим, без отрыва от производства, но я отдавала декор, я отдавала, ну, проведение мероприятий. Я, ну, в принципе, в основном я отдаю проведение ведущим, поэтому ведущие могут запросто не считать меня своим конкурентом, но сегодня я веду только тем людям, которые очень этого хотят и дорого. Отдавала компания партнеров или все-таки свои компании другими? Нет, 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 компании партнеров, мне так проще было, мне было так действительно проще, потому что за своей компанией мне все равно приходится следить. Я не могу, ну, вот, крайняя свадьба, в которой все пошло именно вот таким образом в октябре прошлого года, да, мы как раз закрыли вот такой свадебный сезон, она была в Рифе 26 октября, кажется, да. Вот это были наши заказчики, которые когда-то пришли к нам, я проводила свадьбу, и наше агентство было еще совсем, ну, таким молодым, у нас была только студия декора, которой, декором я не занималась вообще, у меня этим занималась дочь, и мы специально для нее придумывали этот бизнес, и у нас была возможность, мы купили там все, что могли купить, и она начинала работать. И там занималась этим она, и через вот много лет, 7 или 8 лет прошло, когда эта же семья обратились к нам за свадьбой для младшей дочери, и захотели, чтобы было все. Чем это закончилось? Значит, на площадке мы были в 4 утра, но я не говорю про подготовительную часть, да, на площадке мы были в 4 утра, в 4 начиналась дня выездная церемония, мы занимались декором, я была в зале, девочки занимались улицей, туда приехала визажист, которая привела меня в порядок, на месте там же, потому что я уже не могла никуда выезжать, мы отработали свадьбу, то есть я провела выездную церемонию, потом мы отбомбили всю свадьбу, как ведущий, как, ну, декоратор, декоратор был до того, то есть смотрите, вот сначала... Был организатор, потом появился декоратор, потом появился церемоний мистер, потом ведущая и музыкант. Музыканты, но это было в формате дискотеки, но тем не менее, несколько композиций все равно мы подарили, и в финале, когда я уже могла уехать домой, я села в кресло, вот так возле белого рояля, и наблюдала, как, значит, ребята собирают все, все вот нужное, приехали наши демонтажники, они собирали уже все это. И опять это было где-то часа 4 утра, а на втором этаже, ну, на первом, получается, это мы внизу были, да, а там, значит, была хэллоуинская вечеринка, крутейшая, там бегали девочки, такие, как мумии обмотанные, ну, такая театрализованная, костюмированная, очень круто там все это происходило. И подошел охранник, видимо, который сменился, и он меня так за плечо тронул и спросил, вы кого-то ждете? То есть он, видимо, я уснула, он, видимо, подумал, что я... А ты таки перегуляла? А я таки перегуляла. Мне было очень неловко в тот момент, и я не могла понять, что... То есть он меня просто разбудил, я была в очень глубоком сне, причем ребята мне сказали, что я спала часа полтора, ну, то есть глубоко спала часа полтора. Ну, вот, то есть это не нужно абсолютно, но вот мы пошли на это, потому что очень просили. Но так неправильно, так не должно быть. Каждый должен заниматься своим делом, и я кайфую, когда я прихожу на площадку, все готово, я провела церемонию, и я улетела. Мы пошли дальше, а тут потом я могу, скажем, контролировать демонтаж, а могу и не контролировать его. То есть мне... По желанию. По желанию, да. Как получается. Если локация приятная, и мне не спится ночью, почему бы не приехать на берег моря, еще не посмотреть на звезды? То есть это возможно. Начиналось все с чего? Как ты попала в этот бизнес? Начиналось все. Говорят, ищите женщину, да, а у меня по-другому. Мы встретились с Кириллом очень давно, я уже говорила, 19 лет, да, уже почти 20. Кирилл был музыкантом старого образца, то есть еще когда были ума, у него даже в трудовой книжке. Знаете, что такое? Ума, вот часть. Одесская музыкальная академия, мы знаем, мы хотим, чтобы люди знали. Да, то есть это сообщество музыкантов Одессы. В трудовой книжке было написано артист Виа, то есть это было все абсолютно легально, их прослушивали, там какие песни можно петь, какие нельзя петь. Ну, в 14 лет по кабакам, вот. И к тому времени он уже не занимался музыкой, естественно, были другие какие-то работы. У меня были тоже какие-то свои другие работы, потому что я, ну, в то время, 2000 год, я оставила, естественно, и школу, в которой я преподавала, и, ну, все своих, как хармейстер, какие-то свои коллективы. То есть я этим уже тоже не могла заработать себе на хлеб, поэтому, ну, тогда же такое время, когда всем хотелось кушать. И как-то пришла такая мысль, давай попробуем. Он отмекивался, я говорю, ну, давай. Хотя я никогда не пела, я скажу больше, я в ресторанах не гуляла. Ну, то есть я из тех людей, которые не ходили по кабакам. Мне, может, было неловко даже это, но я была в ресторане на своей сваде. Воспитание или... Не знаю, как-то так получалось, да. Да, ну, то есть вот на своей свадьбе я была в ресторане, который назывался... А он и сейчас есть, Рестан Аркадия. Он есть. Не в Аркадии, это получается... На Кенуэске, там, не на 10-60 апреля. Да, 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 совершенно верно. Вот там проходила моя свадьба. Дорс сейчас называется, это он? Духэтажный? Отель Аркадия. Да. И там есть... И там есть... Я не знаю, как он называется сейчас, но вот там... Отель Аркадия, да. Да, там была моя свадьба. И разве что в Киеве тоже был такой ресторан Киев, который сейчас на греческой площади. Вы не знаете просто всего этого. Мы знаем, просто хотим, чтобы наши зрители... Ну, я скажу, даже больше, я просто живу рядом с рестораном Киев, поэтому я тоже точно знаю. Ну, зачем я это говорю, теперь узнай, какая древняя. Ну, вот, поэтому, в общем-то, я не особо... Сейчас еще в отеле Красную вспомним. Да, но это Бристоль, это уже по-модному, там, мы уже проводили мероприятия. Ну, не все знают, что Красная, это Бристоль. Да, да. Так вот, я не гуляющий в кабыках человек и не поющий, тем более, в кабыках. И я никогда не думала, что у меня... Ну, а им саправа, что-нибудь там будет получаться. Но вдруг вот как-то оно пошло. И так получилось, что когда мы купили первую музыкальную аппаратуру свою, не очень такую хорошую, например, с луганскими динамиками, но, кстати, на то время были не самые плохие. Что-то мы выжимали, и нам дали хорошее место, нас позвали на центральную аллею Аркадии, мы там работали даже. То есть был какой-то движ, и мне даже нравилось. А потом было два года, ну, наверное, через это прошли многие музыканты. Мы работали на Бугазе, на станции Лиманская, когда 300 посадочных мест. Ну, танцплощадка, и которые приходят, и ты все время в режиме вот таком, знаешь, на сцене. И все время бла-бла-бла-бла, когда подходили, у вас девочка поет или МС? Мы зарабатывали хорошие деньги, спускали их тут же, то есть, ну, труба. Отжигали вообще. Отжигали, да. Ну, другая жизнь абсолютно. Было круто. Там я бросила пить окончательно. Обычно в такие времена начинают. Ну, поэтому я и бросила пить. Потому что там было все очень, ну, это такой, знаете, это воронка. И приехав сюда, мы осели в заведение, в котором просидели, наверное, лет шесть. Небольшой ресторан, там сейчас, кстати, на Таирово офис Чёрного моря. А тогда назывался ресторан Венеция, такой из красного кирпича. Банкеты там были, ну, наверное, раз пять в неделю. И мы вообще не парились, мы оттуда никуда не выезжали. И постепенно люди, которым мы проводили банкеты, они хотели, чтобы их иногда со сцены, может быть, поздравили. Я здоровалась, я там что-то говорила в микрофон. И пошел запрос провести мероприятие. А мы работали с ведущими, мы звали коллег своих ведущих, естественно. А тут вот, может быть, вы попробуете. И я помню свое состояние, когда я стою возле, ну, там, сцены, которую Кирилл тоже сделал в уголочке, да. Ну, возвышение какое-то. Я стою, вот там позади гости сидят. Я стою вот так с микрофоном, он говорит, иди, пауза. Я говорю, давай еще один трек. То есть меня колотило всю. Но его поддержка, да, вдохновляла? Я говорю, давай еще один трек, чтобы, ну, вот пауза, да. Он говорит, ну, Жанна, ну, иди. А я не хочу, я не могу, я не понимаю. И я через силу, и поначалу мне это очень не нравилось. Я очень нервничала. И домашние знали, что если я провожу мероприятие, то меня лучше не трогать. А потом получилось иначе. Вдруг, ну, какой-то случился такой момент, когда я поняла, что я их люблю. Вот этих людей, которые приходят, что они классные. Они даже если пьяные, доставучие, это их праздник, это их жизнь, они имеют на это право. И не они ко мне пришли, а я пришла помочь им его провести. И вот с этого момента я стала свободна абсолютно. И мне, ну, нелегко взять микрофон и что-то говорить. Мне вообще легко говорить перед полом. Ну, так, по большому счету. И потом, все-таки, жизненный опыт какой-то и, ну, какая-то не сильно там прям суперобразованность. Ну, что-то есть, что-то я когда-то читала и читаю. То есть, в любом случае. И были такие вызовы от гостей. Очень хорошо помню молодого человека, который все пытался меня как-то на какой-то пасеке. Нет, он ерничал. Знаете, бывают такие гости, которые вот... Задирак. Да, вот ему нужно было меня достать. Просто нужно было. А не получалось, потому что все, что он говорил, я была в теме. И как-то так вот свободно мы с ним, такой пинг-понг получился. И было хорошо. И потом я научилась любого человека, который мне мешает, делать своим помощником тут же. То есть, я его награждала, там, каким-нибудь комплиментом и предлагала ему, не предлагала прям давай, а я его зазывала. То есть, он молодец. Вот вы молодец. Вот я не верю, вот не верю, кстати. Вот не верю. Но это не может быть правдой. Это может быть правдой, потому что... Да нет, сто процентов нет. Ну, вот вы тоже мне сейчас помогаете. И вот делайте так, потому что вот делайте именно так, и вы поможете, и нам будет о чем говорить. Потому что если вы сейчас не будете задавать мне такие каверзные вопросы, мы не сможем, у нас не будет темы для разговора. О чем вообще? Что еще происходило? Ну, вот так. Ну, я, честно говоря, все равно не до конца уверен, что это правда. Ребята, зрители, вы понимаете, что все происходит? Ну, на самом деле, да, действительно. Если задуматься, то вот наши каверзные вопросы и твои ответы создали диалог. Ну, наверное, где-то... Вот и все, да. Да, то есть тут, понимаете, надо всегда чувствовать грань. И нужно уважать того человека, который... Если ты... Ну, вот это, наверное, молодым ведущим, да, особенно ведущим мужчинам, не потому что они мужчины. Мне нравится, вообще женщины не ведут так мужчины, как мужчины. Ну, кроме меня. Ну, честно, ну, без обид. Но вот реально мужчины, да. Но у них есть чувство собственного достоинства. Это тоже правильно. У девушек или у мужчин? У мужчин есть такая штука, да. И бывает, что кто-то может обидеться, какой-то гость может задеть, да. Ну, чем угодно. Ну, любой фразы брошены, там, неуважением, там, еще чем-то. То есть, знаете, с высока. Ну, по-разному бывает. Нельзя дать себя пробить в этом отношении. Потому что, если ты начнешь вступать в перепалку с гостем, который, пусть он последний, и пусть он ведет себя никак. И, ну, бывает по-разному, но он их человек. И вся свадьба, все мероприятие станет на его сторону. Это железное правило. Вот и все. Даже если они будут очень недовольны его поведению, это их человек. Как ты выходишь из таких ситуаций? Интуитивно. Нет, нет, нет здесь никаких рецептов. Это все интуитивно. Поверь, что бывает, что йокает, и ты переживаешь. Но, во-первых, нельзя этого показать. Это, знаешь, как, когда ты идешь мимо стаи собак, и если ты испугаешься, то собаки тебя порвут. Ну, так говорят во всяком случае. Ну, не совсем правда, но... Ну, во всяком случае, да. Я как это слышала, да, или как смотреть в глаза зверю. Наши гости не звери, безусловно. Но не надо, во-первых, показывать, что ты боишься. Мало того, надо быть с ними честным абсолютно. Ну, вот и все. И доброжелательно. Вот к чему я пришла. Полюбить их. Ну, а бывали у тебя такие случаи, когда кто-то вел себя некорректно? И расскажи, пожалуйста, как ты выходила, потому что это вот самые ключевые моменты, которые интересуют нас и наших зрителей. У меня есть одна черта. Вот почему нас еще многие зовут, наверное, я не рассказываю многих. То есть во мне умирает. И я бы очень не хотела, чтобы, например, кто-нибудь, кто послушает, узнал в этой истории себя или своих гостей. То есть все, что происходит на мероприятиях, а видели мы очень многое. Ну, поверьте мне. После таких слов очень хочется узнать. Давай вымышленные имена будут. Нет, даже ситуации такие. Я даже потом не буду рассказывать. Мы не говорим о тех моментах, которые за закрытыми дверями. Даже если это открытая площадка, это закрытые двери. Потому что все, что происходит внутри этой семьи, этой компании, это их жизнь, это их правила. И это случаи, связанные конкретно с ними. Вот честно, любой человек может рассказать миллион историй. И, ну, не знаю. Говоря про секреты, перед интервью ты сказал, что тебе есть секрет твоего замечательного внешнего вида. Поделись, пожалуйста. Давай начнем с того, что расскажем нашим зрителям, что ты уже мама, что ты уже бабушка. И как тебе удается сохранять жизнелюбие и такую энергетику. И, конечно, внешний вид. Это все моя мама. Это все моя мама, которая наделила меня, вот такой секрет, которая наделила меня какими-то такими генами. И мой папа, который очень любил жизнь и их отношения. Но я думаю, что это только так. Ничего до сих пор я не умею, не люблю и ленюсь делать с собой. Я не хожу на спорт практически. То есть я могу там что-то поделать дома. Я не хожу к косметологам, если вот эта сторона делала. То есть вот гены. У нас не стареющие женщины. Здоровое питание. Ничего подобного. Чипсы? Да. Зачем ты это сказала? Занесите чипсы в студию. Так как из разряда шутки подходит девушка, дочка подходит к маме, спрашивает, мама, ну скажи, пожалуйста, каково это имеет самую лучшую дочку на свете? Она такая, не знаю, спроси у бабушки. А, да. Или так, да. Из этого разряда. Действительно так, мы не унывали и, наверное, то количество испытаний, которое выпало, например, мне лично в моей жизни, очень большое, не позволяет мне просто жить иначе. Ну, я не имею права на это, потому что если я через всё прошла и пришла на сегодня к тому, вот что я здесь сижу, разговариваю, всё хорошо и прекрасная погода, и все живы-здоровы, то я не имею права на другое отношение к жизни. Ну, нет смысла. Как твоё состояние внутреннее помогает тебе работать в организации? Что-то меняется вокруг тебя, что-то вокруг молодожён меняется благодаря тебе? Наверное, да, потому что, вот, кстати, расскажу один случай, это не о плохом, тут важна реакция и мысль, которая приходит в голову, я всегда настроена на позитив, я должна, не потому что должна, я так хочу, я не хочу иначе, я не хочу искать там вот, ну вот это, я хочу найти что-то хорошее. Когда мне звонит невеста и говорит, Жанна, у нас всё плохо, но они не послушались меня и у них мальчишник и девичник произошли за день до свадьбы. Ну, я всегда говорю, что это должно быть хотя бы за две недели, но парень пришёл из рейса, она без него не хотела устраивать мальчишник, и так получилось, что это произошло за день до свадьбы. А родители, то есть, например, свадьба в субботу, в четверг это произошло, и в пятницу она мне звонит. А родители сняли им апартаменты на всё это время, вот как он пришёл из рейса, чтобы они там 3-4 дня, значит, пожили уже сами, не в квартирах, а вот уже как-то вместе. Я говорю, ну и ревнивая девчонка очень, он такой, у тебя хороший, славный мальчик, а девочка ревнивая, она на него налетела, они начали драться, ну я так понимаю, что они драться, это громко сказано, это девочка, вероятно, там вот как мы умеем по-женски, они разбили всё. В апартаментах? Они разбили даже унитаз, то есть, у них побилось абсолютно всё, вся посуда, все зеркала, плафоны, то есть, ну вот абсолютно всё, они распасили номер. Я сказала... На счастье, да? Да, совершенно... Это в этом случае не о плохом, да, это такое... Я сказала, послушай, без имени, да, ты же знаешь, что за время жизни супружеской, семейной бьётся посуда, и есть такая примета, что там надо разбить чуть ли не сервис. Вы всё сделали заранее, это кайф, это вы молодцы, ты представляешь, какая удача. Да, вы правда так думаете, ну вот, то есть, вот как-то так. Поэтому, ну, конечно, заряжаем их и облегчаем им момент ожидания, потому что любая... Ну, мужчины тоже волнуются, я не могу сказать, и мужчины волнуются, ибо... Ой, ну когда же, особенно они волнуются перед первым танцем, это невозможно просто. Жанна, когда первый танец, я могу выйти покурить, то есть, они почему-то этого момента, вот, женихи очень ждут и боятся. Девочки вообще волнуются перед самой свадьбой, чтобы всё было хорошо. Поэтому, когда... Как волнуются мамы? Это же невозможно вообще. Они же заходят на площадку, как на плаху. Ну, раньше, во всяком случае, так было. Но ещё почему, вот, да, мне легко заниматься организацией, потому что ещё будучи просто ведущей, они всегда приходили, это первые люди, с кем я вообще знакомилась. И порой это были знакомства прям вот в первый день, ну, в день свадьбы, потому что мы с молодожёнами договаривались, а тут приходят мамы. Они ходят, они не знают, а где это поставить, а куда это. Это приходит Жанна Фея, я всё собрала, я, сядьте, вот вам, пожалуйста, фуршетик, всё поговорил. Фу, они сели, выдохнули. Всё хорошо, да? То есть, всё нормально. И поэтому, конечно, я помогаю, но иначе, опять же, зачем организатор? Он не просто берёт подрядчиков, он создаёт атмосферу покоя, удовольствия от процесса. Ведь полгода, год, у кого-то месяц, у нас была свадьба за неделю с переносом из одного места ресторана в другое, потому что там нехорошо поступили, и надо было срочно поменять. А там были свои музыканты, ведущие, вот такой за неделю сделали, тоже не страшно. Но вот то, что ты позволяешь им расслабиться, и когда они говорят, Жанна где, это уже там стоит. Она даже это, это уже там. Ну, то есть, вот, понимаете, я от этого кайфую. И когда у меня прописан, например, для каждого есть, ну, тоже я заморачиваюсь, я пишу тайминги. То есть, это такая табличка по времени, например. Я не пишу, во сколько это нужно сделать, я пишу, когда это должно быть готово. То есть, ты можешь делать когда угодно, но момент готовности, например, в 13.00 должно быть готова эта часть, там, или так далее. Это есть у декораторов, это есть у координатора, который должен зарядить площадку для выездной, чтобы там всё было, да. Например, у меня есть пунктик, чтобы соль на хлеб насыпали маму. Ну, вот я сама этого не делаю. Если есть такая возможность, я говорю, подойдите, пожалуйста, сделайте это сами. Ну, потому что это они, соль, это не я. Ну, у меня всё по-настоящему должно быть. Ну, вот так. Ну, это мои заморочки, они не обязательны для всех, ну, это не правило. И вот я кайфую от того, как это происходит. Вот если всё готово, и всё зашибись, вот это здорово. Бывает, что, ну, спешка, и не успеваешь, и просчиталось, и что-то пошло не так, и ты понимаешь, что, блин, уже сейчас тут будут, а у тебя там ещё что-то. Но, как правило, в последнюю секунду оно это происходило. Ну, как правило, это два раза. Ну, уже правило, да? Один случайно, два статистика. Спасибо, Шарапова. Пожалуйста. Да, спасибо ещё раз. Расскажи, пожалуйста, про студию Декора. Спасибо, Шарапова. Нет, спасибо, Шарапова, да, спасибо за. Так она называется. Спасибо, Шарапова, это её адрес в Инстаграме. Это вообще уникальная штука. Я очень благодарна, ну, если мы говорим о именах, есть организатор Лидия Писаревская. И четыре, четыре года назад она пригласила нашу компанию декораторскую, которая занималась вот только определёнными праздниками, то есть свадьбой. Вот только свадьбой. Мы больше ничего никогда не оформляли. И вообще детскими праздниками никогда не занимались. И она пригласила оформить день рождения, и не просто день рождения детский, а сразу день рождения на 110 человек в Гранд-холле в Ренессансе. И почесав клоп, вот, и как-то сразу так получилось, что возник, родился образ. Было очень мало таких намёков на то, что это должно быть. Родился образ, мы это всё обсудили, предоставили какой-то такой вот референс, посмотрели, посчитали. Получилось. И с тех пор мы работаем очень плотно с детскими праздниками. В частности, вот для этой компании, я имею в виду компании людей, да, уже было 4 детских дня рождения. Вот в апреле должен был быть ещё один. И каждый следующий день рождения масштабнее и масштабнее. То есть они все очень крутые. И это невообразимо круто. Это так интересно, потому что детская тема – это то, что можно просто… Там можно осваивать любые материалы, и они будут уместны. Там можно осваивать любые формы, они тоже будут уместны. А я вообще считаю, что для маленьких детей фотозоны должны быть огромные, чтобы все взрослые почувствовали себя тоже детьми. То есть если это цифра, она должна быть там величиной с папу, да, этого ребёнка, чтобы они тоже почувствовали себя в этом мире маленькими. Поэтому у нас всё так очень масштабно получается. Ну, какой размер примерно для вашей фотозоны? Ну, этот размер неправильный, скажем, для фотографа, потому что мы знаем, да, какой должна быть фотозона, чтобы попадать в кадр. Но так как это ренессанс в основном, то мы там ставим задники высотой 4 метра, и длиной 5,6, ну, в ширину, да, но мы всё равно раскрываем их как-то, ну, можно тоже посмотреть. Но это целые инсталляции, то есть там не просто вот, лишь бы там задник и всё. Да, там что-то происходит в этом, то есть там какое-то нагромождение каких-то образов, и там можно в этом жить, и отражаться там в чём-то там, ну, то есть такое. А кто занимается производством таких конструкций? Мы находим подрядчиков, да. Например, когда в этой же компании был взрослый день рождения, это была одесская вечеринка, и опять это было в Гранд-Холле, и опять спасибо Лидии Пицаревской. Ну, вы можете себе представить, как сделать а-ля привоз в золотом зале, в классическом фактически, да? На фуршете была нарезана кровяная колбаса, этот, морковка, да? Капуста, морковка, да? Да, вот эта вся тема, да. Мы через, вот, перед площадкой, кусочек холла, да, перед золотым залом, там стояли две огромные палки, которые мы делали, на которых висело белье с палкой-подпоркой, то есть все по-настоящему. Была зона с коврами, так и так, причем один, который так, мы сняли у наших родителей со стены, потому что тот оказался поменьше. Там стоял патефон, патефон моего папы, я его приволокла, мне было очень приятно, что он тоже поучаствовал в такой инсталляции. И я придумала, что на столах будут стоять на высоких стойках, огромные круги спасательные. И все те круги, которые я видела, я походила по эпицентру, я посмотрела, они все тяжеленные, то есть, ну, вот те настоящие круги. Мне нужны были бутафорные, но в то же время хорошо сделаны. И я нашла человека, который, кажется, в Луцке. Он мне изготовил по моему размеру, так как мне было нужно восемь этих безумных кругов, потрясающих, вот таких вот в обхвате, они так вот были, их было видно. И на каждом из этих кругов был написан, там не просто столы были под номерами, а там было название этого стола, например, «Надежда тенниса», там, или «Маслобойня», или «Привоз», там, или еще, то есть вот то, что они потом все их забрали. Мы когда приехали на демонтаж, у них все забрали, это круто. Там висели настоящие рыбацкие сети, на которых были там, по-моему, 250 пар очков так навешаны. Под потолком были огромные такие вот пляжные зонтики, свисали из потолка. Ну, то есть вот такие вот штуки, вот они очень заряжают, очень интересно. И подрядчиков мы ищем, ну, методом тыка, я ищу, очень много спрашиваю, много советуюсь, и делаю дырку в голове. Сколько времени обычно уходит на подготовку подобного мероприятия? Что касается вот этих работ с Лидой, это вообще потрясающая тема. У нас мы все время ужимаем, то есть у нас от момента того, что, Жанна, поработаем, до момента праздника, бывает там полгода или три месяца, а деньги мы можем получить, например, за полтора месяца. Соответственно, то есть мы успеваем, но надо, конечно, чем больше, тем лучше. Чем больше времени, тем больше у тебя возможности для того, чтобы не бегать потом за новой почтой, когда рассадка должна была на одно мероприятие прийти, переехать. Ну, такое важное мероприятие, где были важные люди нашего города. И, опять же, я вижу, себе создаю проблемы. Я работаю с дизайнером полиграфии из города Запорожье, потому что я работала с одесситами, их много, они все замечательные, хорошие, но так получилось, что как-то в момент высокого сезона, там, скажем, заказав большой пакет, 100 чем-то пригласительных, мне нужна была потом просто рассадка уже отдельно, а рассадка, как правило, по столам, она же делается за последнюю неделю. Ну, потому что просто... В списках нет. Конечно, да, это же всегда делается в последнем. И мне нужно было точно так же, в таком же шрифте, ну, на такой же бумаге. И мне просто сказали, Жанна, у нас Запара, может, ты кого-то еще найдешь? Жанна поняла, что мне это больше не подходит, и я нашла девочку, с которой я могу просто, мало того, она еще и с мозгами, она может... Я могу сказать, слушай, Марин, я хочу вот этого, у меня вот такая тема. Она сама предлагает варианты. Это вообще кайф. То есть, я могу даже по поводу вот этого не заморачиваться. Она хороший дизайнер и с хорошим вкусом. И вот она прислала, и на новой почте, значит, они должны были прийти, но это была суббота, и они не пришли с утра. Я звоню на новую почту, они мне говорят, ну, мы выясним, мы там... А я говорю, вы понимаете, это материалы для... Ну, я же не буду говорить, что это рассадка для гостей. Я говорю, это материалы конференции, это городское мероприятие, это должно быть у меня в течение часа. Если этого не будет, это будет иметь резонанс. Короче, ну, слово резонанс иногда почему-то влияет, знаешь, так. Выяснилось, что все-таки приехала на общий там, на Ленинградском шоссе, где-то у них есть общий склад. Первый склад. Да, совершенно верно. И Кирилл сорвался, я говорю, скажите, пожалуйста, куда ехать, мы приедем, не надо нам сюда его привозить, мы приедем, заберем, просто выдайте нам это. Он поехал, он говорит, что ты им сказала? Я говорю, ничего, я вообще очень тактичная, я нормально разговариваю, я же не дикий человек. Они когда... Это вам? Вот так вынесли ему эту рассадку, мы успели, конечно, все это сделать, но... То есть с новой почтой можно договариваться, да? Со всеми можно договариваться. Абсолютно со всеми. Ты, по-моему, первый человек, который добился с новой почтой. Да. Повезло. Я не знаю, может быть, действительно... Раньше вот эта фраза звучала так, со всеми можно договариваться, кроме новой почты. Что, серьезно? Теперь, видимо, нет. Труба. Нет, ну как-то я, я все-таки имею какое-то влияние, наверное, потому что я честно говорю, почему мне это нужно. Ну, разве что я сказала, что это... Резонанс. И городская конференция, да. Вот. И тоже, когда соорганизатор, ну то есть вот мы занимаемся декором, а есть организатор всего этого мероприятия, она говорит, Жанна, а что с рассадкой? Едет, сейчас будет. То есть она не едет вообще. То есть я понимаю, что я еще разговариваю, но мне нужно... Все должно быть на позитиве. Ты должен решать вопросы до того момента, пока это возможно. До последней черты. Ты продолжаешь решать. Нельзя опустить руки. Иначе в тебе нет никакого смысла. Иначе уходи просто. Дай возможность работать другим. Ну, вот так. Раз мы уже несколько раз упоминали Кирилла, почему-то хотелось его вспомнить. То есть он твой помощник, твой коллега, твой партнер или он иногда появляется в жизни? Он все. Он все. Он все. Я, когда что-то придумываю по-женски, я говорю, я хочу вот так. Он мне говорит, это невозможно. Я говорю, я так хочу, давай попробую. Что-то сделать так, чтобы было возможно. И он это делает, он просчитает. Ну, то есть, что касается каких-то совершенно невообразимых там конструкций или неудобств каких-нибудь, ну, вот как это сделать так, чтобы это было. Потом он же, у него уникальные уши просто. Он потрясающий звукорежиссер, по большому счету. Поэтому я спросила, есть ли у вас звукорежиссер у него. Он очень хорошо слышит. Поэтому то, когда он настраивает звук, ну, то есть, это, ну, он работает, например, с кавер-группой, с группой, они без него никуда просто не выезжают даже и не ходят на работу. Ну, когда, есть возможность, когда у нас нет вот наших каких-то вот, ну, когда у нас не совпадают работы. Вот, поэтому его ценят за это, и он... Ну, потом это же, это тыл, это такая, то есть, он всегда, когда я завожусь, он всегда позволяет выдохнуть. И вообще, мои подруги говорят, что это святой человек, потому что меня выдержать невозможно. Раз уж мы заговорили о людях, Лариса Яровая, вы с ней запустили курс, который называется «Не порть душу, не своей профессией». Это звучит по-другому. «Не носилуй душу, не своей профессией». И это не курс. Это был прямой эфир, за что я благодарна Ларисе. На самом деле, я проводила несколько прямых эфиров сама по себе и кого-то приглашала. И эфир с Ларисой должен был пройти до окончания карантина. То есть, ну, это было бы логично, да, прямые эфиры закончить до окончания карантина. Но так получилось, что Пасха, а я проводила эфиры по субботам. Потом, ну, вот, проводы, ходили люди, не ходили, но, тем не менее, какие-то движения не в интернете были, и это было никому, может быть, не нужно. Потом, следующая суббота, это было 2 мая, и я уже сделала эту афишу, и я звонила Ларисе, и говорю, «Лариса, у нас для Одессы просто, ну, это сложная дата, поэтому, ну, не хочется даже, чтобы она вот как-то фигурировала, фигурировала, безусловно. А потом 9 мая, и она говорит, ну, делай, как ты посчитаешь нужным. Я говорю, послушай, давай 12-го. Она говорит, супер, и как раз выход из карантина, и мы, значит, на такой позитивной ноте, вот это, вот слова вот эти, не насилуй душу, не своей профессии, они, к сожалению, принадлежат не мне, но я чувствую, что это вот очень моё, и я думаю, что каждый человек должен об этом подумать, когда, чем он занимается, потому что, например, то, что касается декора, вот дочь мне говорит, что для тебя это хобби, ну, я не могу сказать, что мы не зарабатываем на декоре, но я могу сказать точно, что я вытягиваю иногда абсолютно всё для того, чтобы была картинка, ну, вот просто по-разному бывает, да, ну, наверное, у всех декораторов такое бывает, то есть ты задвигаешь какие-то дыры, там, что-то пошло не так, ты всё равно перекрываешь это, ну, короткая такая штука, то, что должно быть очень хорошо видно, это не то, мои слова, вот то, что я говорю, то, что я несу, вот та эмоциональная составляющая, да, то, что создаёт праздник, то, что остаётся, у людей в памяти, там, в душах, да, это, казалось бы, воздух, это не, ну, это нематериально, ты тут не можешь потерять, да, а материальные вещи, вот то, что касается декора, это, конечно, потери, ну, всегда какие-то бывают, плюс-минус, но всё равно там происходит такая вот штука, это я к чему сейчас говорила? Не на силу и душу. Не на силу и душу, мне это нравится, вот я реально кайфую, я не могу делать то, что мне не нравится, поэтому я благодарю Вселенную каждый день, за то, что так случилось, что когда-то, я с Кириллом смеялся, по пиане закрутилась, ну, что мы встретились когда-то, и что у нас как-то так вот все пути подвели к тому, что, ну, и люди вокруг, так получилось сразу, что у Кирилла был свой круг знакомых, каких-то музыкантов, которые его знали, да, у меня свой круг знакомых, и как-то вот мы постепенно, постепенно у нас образовалась какая-то такая, своя компания людей, с которыми комфортно, которые поддерживают, с которыми держишь связь, и которые могут сказать, да, это неплохо, предположим, я не могу сказать, что мы друг другу просто вот помогаем бесконечно, и еще один такой момент, у нас нет, ну, он мой друг, поэтому я его рекомендую, надо все равно смотреть на запрос людей, кто может соответствовать этому, и это очень важно, ну, не бывает такого, мы все сприятельствуем, и по большому счету нам хочется дать работу тем, кому, ну, кто нам нравится, правда, но в любом случае должна быть альтернатива, и люди могут выбирать, и это тоже очень здорово, ну, вот, например, что касается круга знакомых, круга друзей даже, да, вот у нас образовалась такая компания, которая называлась «Свадебные люди», мы так, ну, как-то решили вдруг, вот мы создать такую вот, я знаю, коллаборацию, да, «Свадебные люди», мы себя так назвали, и мы, кстати, провели первую в Одессе свадьбу в подарок, розыгрыш. Розыгрыш свадьбы? Да, и мы действительно ее провели абсолютно в подарок, и была замечательная пара, которой повезло, дальше это не пошло, потому что, если честно, от процесса выдохлись все, и число выигрыш, не выигравших, недовольных, вот у нас действительно был вал просто. Вы хотели сделать хорошо, а получилось, что остались недовольны. Ну, был осадок у людей, которые, ну, я не считаю, что претензии, мои там друзья, они не спали, голосовали за нас, но существует же просто, ну, выбор, то есть, у нас были финалисты, было 8 человек финалистов из, скажем, 17 пар, много было, некоторых мы просто удаляли, потому что мы видели, что идут ботами накрутки, да, 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 мы честно говорили, что этого делать нельзя, и потом, когда осталось 8 финалистов, они просто тянули выигрышные билеты, вот и все, то есть, там нельзя было подстроить абсолютно ничего, поэтому так, вот, и вот в этой, придумала это наша подруга, я просто так по именам, потому что, ну, я не хочу никого, мы все работали одинаково, придумала это Майя Белоконь, это наша подруга, она фотограф, в этом принимали участие, ну, мы как ведущие декор, Ирина Архидея Седранская, она снимала видео, Майя, сказал, мейком занималась Литвинова, Саша, Литвинова образ, Ольга Рощупкина, торт энд тарт, у нее кондитерский магазин, ну, очень высокого класса, ну, это не просто те тортики, это то, что делается там с, там, французской муки, там, с каким-то бельгийским, шоколадом и так далее, то есть это, ну, вот, дорого-богато, вот, эксклюзивные вкусы, никого ли я не пропустила, кто еще участвует в свадьбах, ну-ка подумайте. Флорист. Флорист Ирина Бондаренко. Ну, и довольны. Вроде все, ну, кажется, всех я, да, вот все эти люди подарили, абсолютно каждый подарил свою услугу, совершенно все, вот, и это было на самом деле очень по-человечески здорово и интересно. Ну, вот из таких вот штук. Что я еще делаю хорошо? Я провожу Рыжий город. Да. Фестиваль, который организовывает Наталья Дылиева, она председатель Ассоциации театральных артистов в Одессе и она председатель общественной организации ДИА. Есть такая организация, у нас в Одессе это женская организация, которая занимается благотворительностью в различных формах абсолютно. И вот уже вот в этом году будет четвертый фестиваль. Рыжий город проводился абсолютно на общественных началах первых два года и второй год, третий год помог Украинский культурный центр. Непонятно, как будет в этом году, потому что, я не могу говорить, честно говоря, от лица Натальи Дылиевой, потому что она организатор, она учредитель этого фестиваля, но хотелось бы, конечно, чтобы что-то продолжалось, но хотя сейчас скульптуры снимают уже все какие-то год и год и непонятно что. Но мы проводили это очень активно. Он проходит как? Возле Дюка собираются рыжие города. Они должны быть настоящие рыжие. Это потрясающие просто люди. Они очень классные. А дети – это невозможно. Те, кто не рыжий, того могут обрыжить. То есть там есть люди, которые надевают парики, делают веснушки ну вот этим аквагримом. Какие-то могут быть на тебя просто рыжие, рыжие там, ну вот как на мне, например, да, сегодня вещи. Там какая-то арка рыжая, через которую нужно пройти. И потом это все шествие. Выбирается там король и королева. Им надеваются рыжие такие специальные, оранжевые такие одежды, ну какие-то там на голову. И в общем, эта вся процессия потом идет к Горсаду. Два раза это проходило в Ротонде в Горсаду. В прошлом году не получилось. Это было в Летнем театре уже на сцене. Там я и Александр Белогуб, это преподаватель Киевского эстрадного циркового училища. Он преподаватель клоунады. Форматикс у него классная команда. Есть пацанов, посмотрите, просто потрясающие они мимы. Ну, можно, ну живот болит, когда на них смотришь. Они очень прикольные. Все хочу их как-то предложить, вот вывозить их на корпоративы. Как-то, ну вот, не получается. Какой ты ставишь перед собой самый масштабный вызов? Не ставлю ничего. Я могу все. Ну, не знаю, у меня нет такого. Честно говоря, я не умею отвечать на вопросы, о чем ты мечтаешь, какая твоя самая заветная мечта, какие цели перед собой ты ставишь. Я не умею. Вот не потому, что я могу высосать из пальцев, но это буду не я. Не на силу душу, не на силу. Совершенно верно. Я хочу жить честно, в удовольствие. Я хочу делиться тем, что я умею. Я хочу кайфовать. Я хочу зарабатывать, естественно, как любой человек. Я не эльтруист абсолютно. Все нам нужно кушать. и я хочу реализовываться. Я хочу помогать реализовываться другим. Вот я хочу. Я хочу, чтобы наше агентство имело какую-то свою окраску, скажем, чтобы нас узнавали. Все просто рыжие. Можно по цвету волос, можно по эмоциональной составляющей наших праздников, потому что я это ставлю во главу угла. Самое главное, это не шура, не фонтаны и брызги, а самое главное, это то, что остается у людей потом. Это послевкусие. И когда я получаю, например, смс с утра, я понимаю, что она должна спать еще, невеста, а вот с утра уже, Жанна, вам спасибо, потому что все наши гости, опять же, вот эта фраза, все наши гости говорят только о вас. И когда мы становимся, скажем так, уже семейными исполнителями любой роли, что в декоре, что в проведении, во многих семьях, мы же не рекламируемся практически. У меня нет рекламы. Наверное, к этому нужно обратиться, но у нас с РФАМ в основном. Ну, не в основном, а вообще у нас с РФАМ. У нас есть традиция, каждый предыдущий гость для следующего оставляет задание, при этом не зная, кто это будет. Наш прошлый гость оставил тебе, и тебя попросим оставить в следующем, при этом выполнив прошлый. Окей. Дорогой друг или дорогая подруга, простите меня, пожалуйста, одни меня заставили придумать члены. Сегодня в моем интервью, в нашем интервью, мы очень много говорили про ночные клубы. А почему? Мой члендж тебе или вам. Здесь будет сейчас стоять столбик небольшой, и вы должны станцевать легкий, типа эротический танец. Раздеваться не обязательно, но станцевать у столба вы обязаны. Ну, уж простите, гулять, да гулять. Правильно, разогреваем. Пошел, рот-концерт. Это самое фиксуальное, что я могу придумать. Очень круто. Очень круто. Все. Ну, отлично. Спасибо тебе. Я надеюсь, что после этой передачи у нас останется в послевкусии. Было бы хорошо, я бы была довольна. И в знак благодарности мы хотим презентовать тебе вот такой вот скидочный сертификат на аренду оборудования от компании «Хорошей Ленингруппы». Это наш генеральный спонсор. Вот будем, они будут рады видеть тебя в числе своих гостей. 15% Жанна Шарапова. Благодарю. Мы тоже тебя благодарим. Друзья, и вас мы благодарим. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И если вы хотели заняться эротическими танцами, танцами на филоне, обращайтесь к нашу передачу. Мы имеем уже опыт и Жанна Шарапова вам с удовольствием им поделится. И если вам нужна классная организация свадьбы, день рождения либо оформления детского праздника, студия декора и свадебное агентство сказало «Да», под руководством Жанны Шараповой всегда готова вам это предоставить. Спасибо. Спасибо. До скорой встречи. Пока-пока.